МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3 Брутальный, но поддержанный японский внедорожник с легендарным прошлым по цене новой малолитражки. Насколько оправдана покупка МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО третьего поколения? Здравствуйте. Здравствуйте. Надежный? Еще какой? Пау-Росси на нем проехал. Претензий никаких. Проверим. В ПАДЖЕРО 3 не осталось ни традиционной рамы, ни жестких мостов. Теперь здесь независимая подвеска. Фанаты марки огорчились. Для них внедорожник стал паркетником. Ярослав Левашов. Автокритик, эксперт по оценке автомобилей. Я не нашел здесь перекрашенных деталей. Сколы на капоте. Можно не перекрашивать, но это повод попросить скидку. Треснувшую заднюю фару нужно заменить. Иначе не пройти техосмотр. И тонировку с передних стекол тоже придется снять. В Европе и России Паджеро продавался с двумя моторами. Турбодизелем 3.2 и бензиновым 3.5, как здесь. Бензиновый мотор для Европы получил приставку GDI. Если кратко, это прямой впрыск топлива. Весьма капризная система. Заправка некачественным бензином грозит заменой дорогостоящих деталей впрыска. Это десятки тысяч рублей. Первый признак проблем – плавающие обороты при включенной передаче. Здесь такой проблемы нет. А если мотор 3.5 неожиданно отказался заводиться, возможно, виноват датчик положения распредвала. При пробеге за сотню тысяч он умирает без причин и симптомов. Дизайн кузова, который эксперты сначала назвали раздутым и нелепым, сегодня помогает модели выглядеть неустаревшей. В интерьере сохранилось немало от прежних Паджеро. Колодцы приборов, горб в центре. Когда жмешь на газ, тяжелый Паджеро довольно резво рвет вперед. Не возле задумаешься о расходе. Какой расход? По городу 18, по трассе до 12. Шумоизоляция у Паджеро слабая, даже для машин попроще. И тем более для недешевого внедорожника. Если прежний владелец ездил под девизом, где остальные внедорожники ползают, Паджеро летает, нужна глубокая диагностика подвесок. Больное место модели – направляющий тормозных суппортов. При замене колодок направляющие надо смазать, причем только оригинальной смазкой. Умельцы нередко используют литол и прочие гаражные смазки, а они разрушают резиновые пыльники. Здесь суппорты требуют как минимум переборки, а возможно и замены. Даже обычный исход-развал может сильно ударить по карману, если закиснут вот эти болты, что в нашем климате нередкость. Рычаги приходится буквально резать на части. Я слышал, что болты в подвеске закисают. Бывает, за последний исход-развал отдал почти 40 тысяч. Ого! А вы говорите, претензий не имеете. В удобстве посадки водителя и пассажиров Паджеро упрекнуть сложно. В машине простор. Сзади без проблем сядут трое. А есть комплектации с третьим рядом сиденьем. Настоящий автобус. Проверим вместимость. У нас поместилось все. И коляска, и телевизор, и обогреватель, чемодан, стол. И осталось место для мелочей. Красс-тест Паджеро сдал на четверку. При аварии может пострадать левое колено водителя. Из-за выпутлого капота и колесных парок сначала сложновато приютнуть к передним говоритам. Зато высоко сижу, далеко гляжу. Попробуем развернуться. Девять движений. Развернуть Паджеро на тесной улочке будет непросто. Проверим угол въезда. 30 градусов. Поехали. Высоту взял без проблем. Все-таки внедорожник. Грязь под колесами Паджеро не страшна. Но страдает ли обзор в непогоду? Проверим. Раздутые формы охотно собирают на себя грязь. При этом стекла зеркала остаются чистыми. Обзору мешает только тонировка. Угона третьего Паджеро сегодня можно не бояться. После покупки в эту машину придется вложить в пределах 30 тысяч рублей. И примерно 5-10 можно скинуть за проблемы под кузов. Да, непростой автомобиль. Один впрыск GDI чего стоит. Если заправляться в проверенных местах и не убивать его на бездорожье, проблем не будет. Но создавать тепличные условия внедорожки в России тоже непросто. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!